Он не хочет ко мне, он хочет к нам в машину зайти. А, я, я, наверное, до конца не долечу, я паузу. Это самый прочный год в игре. Всем привет, сегодня пойдем смотреть постройки козыльства. Фуникулер. Сто палочком. Это огромная рельса, на которой... Давай-ка я посмотрю, какой она высоты. А, я, я, наверное, до конца не долечу, я паузу. И я барьеры не встретил. Для меня земля как бездну показалась. Ну, ты поставил эту палку. Получается, колеса, чтобы просто ездить. Ну ладно, так, куда-то теперь нужно. Сладись на любое место. Бесколесие. Да, поехали. В принципе, обычная каната дорога, у нее только есть... Есть или есть из функции, то это ускорение. Оно нужно для нахождения на опасных локациях, чтобы быстрее их проехать. Ну, попробуй, включи. А! Правда, долго... Какое-то опасное ускорение. Правда, его долго использовать нельзя. Сейчас тогда, заново. Нет, мы упали. Что я поставил? Научить. Все, давай, едем без ускорения. Все, мы приехали. А что теперь будет? Сейчас увидишь. Ааа, нет! Это как произошло? Там масло было или что? Я просто удалил детальку, которая держала, скреплял механизм с кабинтой. Супер экстремальный. А как выходить теперь? А, тут можно. Можно просто тепло сломать. Постройка, это будет такая вот огромная машина. Ну, а тут вот реально круг какой-то происходит. Тут все 360 градусов или по 5 градусов? Да. Тут 360 боков в одном... А, нет, ты под наконом 5 градусов, да, делал? Минимальный. Я сделал круг с помощью другого айхака. Да, мне как раз очень повезло. Я расстояние через один бок не прошел, а упал. Важно. Все, я прохожу. Так много стульчиков. Ну ладно. Я сяду. Да, просто не знаю, что-то иначе было заполнить. Все, я готов. И так, что колеса идеально круглая, она ровная и стабильная ездит. Так, что, поверни-ка колеса. Поворот типа сделай. А, сейчас. Ну, нажми. А, да, нормально поворачивает. Мне показалось, что колеса сгибаются как-то. В принципе, эту машину можно справиться как фармилку. Да, фармилка, колесо 2.0. Тоже колесо, только четырьмя колес. Да, у меня раньше была фармилка, тебе просто колесо и... А, давай, направо. ...сиденье водить, мне надо поднять по-другому. А, лево. Честно, тут лишнюю манку возьмут, потом из пули. А, ну да, поехали. А в ураган заедь? А, нет, ничего не происходит. Не, не надо, не надо. Нет, ее не перевернет. Я пробую уже. Слишком тяжелая машина. Да, еще колеса за пшином, сделали много неудобно. Ну, здесь вообще легко. У нас пол колеса отвалилась. С один раз. Не было, когда вообще полностью колеса отвалилась. Ну, падаем. Давай, быстро, 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 быстро. Следующая это вот такая вот машинка, которую я делал больше не для декорации, а для дрифта. А как дрифт работает? Какой механизм? Изначально здесь ничего не работает, но если в салоне этот рычажок включить, то ее будет очень сильно заносить. О, дай, можно я проверю? Оно по тебе видно. А что это за механизм, что оно так заносит? Сейчас попробую показать. Сейчас, покатайся. Да, оно реально дрифтит, как будто для гоночной машины то, что надо. Если посмотреть под низ машины, на днище машины, то там можно увидеть, что это. Поршень? Да, я его, видимо, сделал. Как он помогает в дрифте? Я не знаю, типа, то, что там не колеса-то. Сейчас, я режим общественного строительства тебе дам. Прими его. У тебя там невидимый блок какой-то есть. Он для чего? На котором поршень стоит? А, да. Это чтобы она не переворачивалась. А, типа, без коллизии. А что делает поршень здесь вообще? Как он помогает? Тут, по идее, должны быть сервоприводы, которые при наклоне колёс тоже ещё бы наклонялись. Ты как-то без сервоприводов сделал? Там, если посмотри, то тут поршень прям вот на чуть-чуть приподнимает низ машины, и как бы задние колёса не касаются поверхности. А, получается, что только передние работают под дрифтами. Да, а вместо задних выступает поршень. Прикольно. А если отключить, то можно отключить дрифты, да? Нажимаем на кнопку, у нас там обычная машина. Ну, прикольно. Я сначала подумал, что это обычная машина. К нам солдатик прибежал посмотреть. Покататься. Ну, пусть покатается. Ой, он упал. Нет. Солдатик по морю поехал. Ладно, пусть попутешествует. А что будет солдатиком, если он в камень приезжает? Он вроде бы может умереть, у него просто отвалятся задние ноги, он умрёт, как обычный человек. Сейчас проверим. То же самое, с печенькой. Не больно, не переживай, мы только проведём опыт. Нет, куда ты? Стой. Мы камнем едем. Он не хочет камням, он хочет к нам в машину зайти. Так, его так догонят. Ладно, пусть уже немного осталось. Интересно, почему он в воде не тонет? Как это делают люди? Да, сейчас. Нет, только не между камнями, давай. Камень едь. Он сопротивляется. Ему на камне без разницы. Камни ломаются, а он не ломается. Это самый прочный блок в игре. Блок нельзя сломать. Если впереди своего корабля поставить таких человечков, то твой корабль будет просто неуязвимым. Ему без разницы, на камни он ломает их. Печенька умирала, солдатик, видимо, бессмертный. Он так до конца дойти может. Ладно, давай дальше. Следующая постройка, ещё одна машинка. Ещё одна машина. Сколько этих машин? Ой, придётся, да, надо загрузить. Что это, что это, машины-то? Сейчас я опущу. Давай-ка я сяду. Да, сначала осмотрим машинку саму. Ну, машинка как машинка. Снаружи ничего такого, просто машина. То внутри тоже ничего нету особо такого. А вот здесь, сзади... Тут снеговика видно и его морковку. Так, ну что тут есть? И тут есть тульчик, очень комфортно. Сзади листва, торт, сок. Ещё есть телевизор собственный. Куча всего всякого. Да, типа, как вип-класс. Ну, самое интересное, это то, что снеговик смотрит на тебя с морковкой своей. Ну, давай дальше. О, сам. Это что? Грузовик. Мне интересно, какой тут механизм прицепления? Гарпун. Самый очевидный. Гарпун? В красную точку, да, надо стрелять? Да. Просто гарпун. Лучшее изобретение. Никто ещё Кримсона не повторил. Стой, меня забыл. Кримсон я пробовал. Да, тяжело. И шуньте, только если сзади открывается люк. Прицеп. Что тут у нас есть? Проход назад, тут есть кровать, свет и телевизор. Да. И морковка снеговика. Опять. Ха. Так, ладно, я пойду назад, посмотрю, что тут есть. Механизм прицепа понятно, а дверь как открывается? Где кнопка? А, там, получается, в нижнем правом углу самого тягача находится рычажок. Ой, не в правом, а в левом. Чуть не понял. Куда тут нажимать-то? Ну, где я сейчас нахожусь? Ты мне дверь-то хотя бы открой. А. Что тут внутри? Сидеть можно? Нет. Нет, просто. Так много места. Так, сейчас-ка мы кое-что проверим. А, здесь поршень внизу стоит. Золотой гарпун. Был невидимый стульчик. А почему на этой кровати не лежать можно, а просто сидеть? Да, потом, возможно, сделаю, чтобы можно было лежать. А, вот где было две кнопки. Второй открывали-закрывали дверь. А вторая что делала? А. А, там снизу прицеп есть. Просто я его сделал, чтобы можно было удобнее цеплять и прицеплять. Он поднимается и опускается. Ну, всё, пока. Спасибо тебе большое. Всем пока. Пока.